В региональном молодежном центре на Авангардной 8 заработал ресурсный центр добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. В день открытия волонтеры продемонстрировали гостям работу спасательного мобильного штаба и возможности технического оснащения. Создание центра стало возможным благодаря субсидии, полученной региональным отделением Российского союза спасателей в рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта образования. Очень большие вопросы возникают при организации спасательных работ в природной среде. И для того, чтобы это было организовано, а не прибежала куча народу и что-то кто-то сам захотел и сделал, мы должны понимать, что вот есть штаб, который возглавляет государственные организации, есть волонтеры, которые по зову сердца, молодцы, хорошо, спасибо им большое, они приходят работать туда, искать человека, бабушку, ребенка, неважно кого. И их надо организовывать, им надо давать задачу, их надо расписывать по группам, им надо давать то оборудование, которое должно применяться. Все для того, чтобы спасать человека, неважно, в городе, в природной среде, в завалах и так далее, это все есть и концентрируется в этом месте. Помимо спасательной деятельности, в центре будут также обучать школьников и студентов в профилактике чрезвычайных ситуаций. В этот же день на «Авангардной 8» открылся еще один ресурсный центр, направленный на развитие добровольчества. За победу во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» амичи получили субсидию на проведение мероприятий по привлечению добровольцев, организации образовательных программ, приобретение необходимой оргтехники и ремонт помещения. В день открытия в центре состоялась первая встреча тимлидеров волонтерского штаба 19-х молодежных дельфийских игр России и 15-х открытых молодежных дельфийских игр государств-участников СНГ, которые пройдут в нашем городе в апреле этого года. Я тимлидер направления служба делегаций, то есть работа с делегациями. Гости, которые будут приезжать к нам в город, попадут в руки к нам, к нашим волонтерам. Приятно принять участие в таком масштабном событии, как дельфийские игры, все-таки это всероссийские. Всегда очень хорошо нарабатывается опыт, знакомство с людьми тоже очень важно. В этот день ресурсный центр посетила немало гостей. Заместитель председателя правительства Омской области Татьяна Дернова встретилась с волонтерами, поздравила их с появлением нового дома и поблагодарила за добрые дела. Волонтеры Омской области, что очень радует, это люди, которые зарекомендовали себя уже давно, уже не первый год. Мы традиционно становимся победителями конкурса «Регион добрых дел». Что важно, что вот открытие сегодняшних центров – это добавление профессионализма в деятельность волонтеров, потому что порыв порывом, но очень хочется, чтобы волонтеры, оказывая помощь в той или иной ситуации, сами не пострадали. Вот именно на это и рассчитан как раз центр в сфере безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. В свете предстоящих событий этого года мы вновь обращаемся к волонтерам. Там речь идет и о 75-летии Победы. У них масса здесь будет задач, масса больших мероприятий областного и муниципальных уровней. У нас Дельфийские игры, когда более двух тысяч гостей приезжают к нам в областной центр. И это действительно огромное событие с огромным количеством всяких мероприятий. И здесь тоже без добровольцев, без студентов, без молодежи мы вряд ли обойдемся. В конце встречи Татьяна Дернова вручила благодарственные письма губернатора Омской области волонтерам, которые летом прошлого года помогали омичам перейти на цифровое вещание.